Давайте разберёмся. Что касается разных формул общения, то они вообще-то обновляются. Тут в языке действуют разные механизмы. Мы создаём новые слова или заимствуем слова иногда из-за того, что у нас нет слова подходящего, которое бы описывало какую-то деталь жизненную. А иногда просто из-за того, что старые надоели, и хочется чего-то новенького. Ведь такой механизм тоже есть. Ведь он действует, например, в искусстве, как мы знаем. Например, если есть Пушкин, зачем как-то дальше писать по-другому? Пушкин же уже очень хорошо написал. Но это так не работает. Должно быть всё время какое-то обновление. В языке тоже есть этот механизм. Он особенно виден в художественной литературе. Там всё время поэты создают какие-то новые средства выразительные. И очень хорошо виден в языке подростков, которым всё время нужно что-то изобретать своё, которым не подходит чужое. Они хотят всё время обновления. Но это вам кажется, что слово «батл», которое теперь становится таким модным, или слово «хайп» из этой же примерно сферы, это вообще слова, которые могут войти полноценно в русский язык? Они нужны нам? Они могут войти, они могут не войти, но то, что они появляются, это не свидетельство небрежности языковой. Мне кажется, появление слова «хайп» очень симптоматично. Вот, казалось бы, у слова «хайп» есть синоним, слово «ажиотаж», например, который был... Тоже не совсем русское. Оно не совсем русское, но уже как будто бы к ним... Это, знаете, есть такая шутка. Зачем нужно иностранное слово «брокер», когда есть хорошее русское слово «маклер»? Значит, понятно, что оба иностранные. Но, тем не менее, к ажиотажу мы уже давно привыкли, и вот появляется слово «хайп». Казалось бы, зачем? Ведь оно, в общем, значит примерно то же самое. Мне кажется, что здесь слово «ажиотаж» не передаёт того ощущения, которое закрепилось в слове «хайп». Дело в том, что в последнее время очень изменилась информационная среда. Страшно изменилась скорость обмена информацией. Что такое ажиотаж или хайп? Когда, в общем, на пустом месте или из ничтожного повода вдруг быстро возникает какой-то такой пожар, мгновенная популярность, что-то в центре внимания, ну а потом уходит из центра внимания. Конечно, это было уже условие ажиотаж. Но ведь быстро, которое было в XIX веке или даже в XX веке, и быстро, которое есть сейчас, это совершенно разная быстрота. Сейчас человек что-то читает в интернете, он ставит лайк или репост. Вот еще новые слова, да? Конечно. Или что-то еще. И мгновенно это прочтут, если у человека много пользователей, скажем, тысячи пользователей. Дальше в геометрической прогрессии это будет все возрастать. За секунды какая-то новая информация, новая идея, новое слово осваивается даже миллионами, скажем. И это какое-то совершенно... Ну оно потом так же быстро может исчезнуть. Процессы гигантские, вот такие процессы обмена информацией, гигантски ускоряются. И вот это ощущение, мне кажется, оно в слове «хайп» и закрепилось. Хайп — это не просто ажиотаж, а это ажиотаж какой-то такой, возникающий с космической скоростью, которую нам даже трудно понять и постигнуть умом. Очень много было разговоров про русское слово «френд», новое русское слово «френд». Что там у меня... Ну, «френды». В интернете, да, там 450 «френдов», допустим. И многие люди говорят, зачем? В русском языке есть прекрасное слово «друг». Зачем заимствовать слово «френд»? Но здесь как раз язык гораздо более чуток к устройству жизни, чем вот эти люди, ревнители его чистоты. Потому что ведь русское слово «друг» чрезвычайно эмоционально нагружено. Мы знаем дружба, понятие круглосуточное. Друг — это слово, которое предполагает такой невероятный эмоциональный накал и большую ответственность и так далее. Вообще сколько друзей может быть у человека? У него не может быть сотни и тысячи друзей. Кроме того, дружба предполагает какое-то личное общение, хотя бы иногда очное и так далее. А если мы возьмём даже английское слово «френд», от которого пошло вот это заимствование, оно уже, значит, не совсем то же самое. Оно не столь нагружено. Это то часто, что мы по-русски бы назвали «приятель», «знакомый». По-английски это всё равно называется «френд». Поэтому, когда в интернете мы общаемся с людьми, которых мы даже не знаем лично, ну мы просто с ними, мы знаем только имя, допустим, или даже прозвище, просто это некоторый такой фантом, ну вот обмениваемся мнениями, то, конечно, он другом с точки зрения русского языка не является, поэтому не случайно переживается. Ну да, среди моих френдов много моих врагов, скажем так. Ну конечно, конечно. Это вполне нормальная фраза. Конечно, поэтому тут тоже надо смотреть, ведь язык — это механизм очень мощный, и если что-то есть в нём, что-то появляется лишнее, оно может на некоторое время войти в моду, но если языку это не нужно, то это выйдет из моды, или, как часто бывает так же со словами, полностью поменять значение, приобрести какие-то новые функции и так далее. А насколько, на ваш взгляд, на русский язык влияет общение в социальных сетях и в мессенджерах, ну типа СМС? Ну конечно, очень влияет. Ну я бы только не сказала, что это плохо, потому что вообще для языка, для того, чтобы он был жив, важно, чтобы он использовался. Язык — это средство общения. Ценность языка, в первую очередь, не в том, насколько он, так сказать, соответствует школьным правилам, а в том, насколько он может выполнять эту свою основную функцию, насколько люди могут на нём передавать свои мысли, понимать мысли другого человека, вести диалог, выражать свои чувства и так далее. И появление интернета, интернет-переписки, мессенджеров всевозможных колоссально активизировало вот этот языковой навык. Люди всё время общаются, всё время. Но другое дело, что там процент общения при помощи пальцев сейчас гораздо больше, чем при помощи... Хотя, между прочим, это опять меняется. Вот просто к вопросу о скорости изменений. Я замечаю, что молодёжь сейчас часто записывает голосовые сообщения вместо того, чтобы писать. Вот в какой-то момент молодёжь стала предпочитать писать смс-ки, а не звонить по телефону. Ну, потому что ты, когда пишешь смс-ку, человек прочтёт её, когда ему удобно. Ты не рискуешь вторгнуться в какой-то неудачный момент. Удобно ему прочтёт, неудобно прочтёт потом. Стали писать смс-ки, и отсюда там тоже множество разных приёмов возникло. А вот в последнее время... Ну, это опять связано с развитием техники. Я смотрю, они часто уже вместо того, чтобы... Кстати, молодые люди с колоссальной скоростью печатают в телефоне. Как это у них получается? Да, это удивительно. Это совершенно поразительно. И, кстати, между прочим, это, наверное, развивает мелкую моторику. Что тоже действует на мозг, в соответствующем образом. Так что тут есть какие-то отрицательные последствия, но есть и положительные. Так вот, а сейчас я замечаю, что они записывают голос... Причём не звонят по телефону, а именно записывают голосовое сообщение вместо того, чтобы написать сообщение. Только что тут всё время ситуация меняется. Но главное, что язык живёт, и что язык востребован. Хуже всего для языка это, когда он лежит мёртвым грузом и им не пользуются. Давайте разберёмся.